Возьми ко мне на канал. Сегодня будет интересное видео на тему маржевания. Кто первый раз у меня на канале, основная тема канала это тренировка для тех, кому тяжело набрать массу. И сегодня буду говорить про маржевание в разрезе тренировок. Ну и в общем расскажу очень полезные штучки. Сразу отвечаю на вопрос, почему я снимаю свои видео в лесу. Я не маньяк, не грибник, не лесник. Я приезжаю сюда купаться. Я живу недалеко от леса и поэтому вот только что я покупался в улес воды и решил снять для вас видео. Рассказать очень полезную штучку. А о чем я хочу рассказать вам. Почему же я, если вы не знаете, я маржу уже 4 года. За это время я еще ни разу не заболел. Не было никаких серьезных болезней. Ни температуры, ничего. Насморки. Серьезных насморков не было. Я не пользуюсь каплями для носа. Уже лет 5, наверное, вообще никаких таблеток не использую. Очень сильно рекомендую вам начать маржевать. Ну а зачем это делаю я? Вопрос. Зачем это вообще нужно вам? Почему многие люди по миру, по всему миру лезут в эту прорубь? В чем же такая польза? И зачем заставляют этих сумасшедших людей делать одно и то же лезть в эту холодную воду? Можно же просто, например, просто одеться потеплее зимой и ты не будешь болеть. Просто следи за температурным режимом, не переохлаждайся. В принципе, тебе прорубь не надо, чтобы не болеть зимой. Это не обязательно. Так вот, а зачем же лезть в прорубь? Для чего это нужно? В чем смысл? Зачем это нужно? И если ты понимаешь зачем, то польза будет огромна, если ты будешь делать это еще правильно. А я снимал видео, как это делать правильно. Поищите у меня на канале. Значит, для чего это делаю я? Я родился в Бердянске. Кто не знает, это же прекрасный город на берегу Азовского моря. Но уже 9 лет живу в Киеве. И я очень сильно люблю воду. Я раньше купался в Днепре, а сейчас в лесу, в пруду. И мне очень здесь нравится купаться. Я просто очень сильно люблю воду. И у меня есть ощущение, что моему организму это нужно. Меня тянет в воду. Мне нравится, как получаю какую-то энергию, огромный заряд энергии, просто купаясь в воде. И есть какое-то чувство, что мне хочется покупаться в холодной воде. То есть это какое-то внутреннее ощущение, что мне это нужно. Если же вам не хочется этого, если у вас есть какой-то страх воды, вы просто при виде ледяной воды начинаете уже замерзать, то возможно вам это действительно и не нужно. Должно быть какое-то внутреннее желание. И это, я бы сказал, это причина номер один, почему это нужно вообще делать. Так вот, первая причина – это желание. Второе. Если многие люди начинают этим заниматься, чтобы, например, избавиться от каких-то болезней. Я пришел здоровый в моржевание и планирую таким же здоровым оставаться. Но многие люди, например, то, что я знаю от тех моржей, которые мне общался за это время, за эти годы, многие моржи избавляются от таких болезней, как радикулиты различные, артриты, проблемы с суставами, какие-то такие автоиммунные заболевания. Вот от них организм избавляется с помощью фроруби. То есть реально люди, которых я видел, их много довольно все-таки, много пенсионеров, даже не пенсионеров, а просто людей там за 70 лет, за 60 лет. И я вижу, какие они активные, они бодрые, у них куча энергии, понимаете. Я вижу, они бегают перед тем, как в прорыв залезть. Бегают. Они не ходят, как с палочками туда-сюда. То есть эти старички, они побегали, прозанимались, делали зарядку, залезли в прорыв, вылезли. И они бодрые ушли домой, понимаете. Я по ним вижу, что это люди здоровые. И я так вижу людей постоянно. На протяжении уже 4 лет. То есть причина номер 2. Люди избавляются от болезней. В основном приходят через болезни, наверное, к этому. Вот очень круто, если вы здоровые, я надеюсь, вы здоровые. Основная идея моего канала, чтобы рассказать, как быть здоровым, натурально, не используя никаких препаратов запрещенных. Просто используя то, что есть вокруг нас. Те наши вещи, которые делали наши предки еще, которые делают люди по всему миру. Если делать это грамотно, вы будете здоровы. Так вот, причина номер 2. Это избавление от болезней. Как же это все работает? Хороший вопросик. Работает это довольно просто. Когда вы залазите в прорыв, на короткий промежуток времени, в очень холодную воду, не в контрастном душе, как дома, то холодная, то горячая вода, да? Потому что так, скорее всего, вы даже простынете у себя дома, в душе. А вот если вы залезете в ледяную воду, резко, чуть-чуть разогревшись залезть в ледяную воду, то это экстремальное переохлаждение в течение одной минуты, это максимум двух, кто там очень бывалый морж, они там по пять минут могут сидеть в воде, даже плавать, есть там рекорд по часу люди сидели в нулевой воде. Это не надо этого делать. Минута, две достаточно. Вы зашли и нырнули, не с головой. И вот это экстремальное переохлаждение запускает механизмы экстремального, скажем так, экстремальные механизмы внутри, противовоспалительные. Что я имею в виду? Организм выделяет противовоспалительные гормоны, просто коктейль этих гормонов, понимаете? Это гормоны надпочечников, и ваш организм избавляется от различных воспалений, которые были у него внутри. Эти гормоны, это кортикостероиды, это очень мощные гормоны, которыми не нужно злоупотреблять. Что я имею в виду? То есть, если вы решили закаляться, лезть в прорубь, по моей рекомендации, или вы просто ищите вообще информацию, это правильно, ищите на разных каналах, ищите на разных источниках, читайте. Вот я говорю практику, то, что я использую на себе. Вы, вот эти гормоны, они должны выделяться максимум один-два раза в неделю. Потому что, если вы будете делать это чаще, через день, например, есть еще рекомендация, или каждый день начнете делать, то вы будете переутомлять эту систему, ваши резервы будут исчерпываться постоянно, вы будете нагружаться. Есть даже рекомендация, не нужно использовать витамин С, например, в день купания, за день до этого, не стимулировать свой иммунитет, потому что это слишком большая стимуляция организма. И ресурсы не бесконечные, не надо так сильно напрягать свой организм. Достаточно будет, например, один-два раза в неделю. Вот. Так я надеюсь, я тут не заблудился, потому что где-то моя жена. Я думаю, найду. Да, если что, вы на видео будете знать, где я пропал. Значит, противовоспалительные гормоны. Вот они, вот в такой экстремальной ситуации, они выделяются, и чтобы организм не заболел, он пытается максимально предохранить вас от этого. А если вы здоровы были на этот момент, то у вас снимаются все ваши болезни, много болезней, которые у вас есть, они просто будут исчезать из этих гормонов. Вот именно за этим думающие моржи идут в прорубь. Чтобы эти гормоны их исцеляли изнутри. Так, поехали дальше. Еще одна причина. Еще одна причина, это по которой, например, некоторые идут, те, кто тренируется в зале, но не все это знают, что прорубь, я расскажу сейчас очень крутую штуку вам. Прорубь, действительно, экстремальное переохлаждение организма, вызывает рост митохондрий в клетках. То, что достигается с помощью тренировок в тренажерном зале. А вы просто залезли в воду, и у вас количество митохондрий будет расти. О чем это говорит? Вы знаете, что такое митохондрия? Эх, вы двоечники, это же биология, школьный курс. Ладно, я сейчас расскажу. Метахондрии находятся в клетках, это такие маленькие энергостанции, которые питают энергией клетку. И их количество не постоянно, оно может меняться. Их можно тренировать в тренажерном зале в определенном режиме тренировочном, о чем будет, скорее всего, видео. И вот прорубь увеличит количество этих митохондрий. То есть, о чем это говорит для вас, для тренирующихся людей, да? Это говорит о том, что вы просто погрузившись в прорубь, вы становитесь сильнее, ваш энергетический потенциал растет. Если энергия в клетках увеличивается, если количество этих электростанций увеличивается, значит, растет энергетический потенциал клеток. Это означает, что вы становитесь сильнее, потому что ваши клетки становятся сильнее. И это очень круто. Ребятушечки, это очень круто. Я так что-то думаю, что вы даже этого не знали. А возможно, знали, конечно. Нет, конечно, я надеюсь, что вы умные и все знаете. Ну и тем не менее, я надеюсь, что все-таки эта информация для вас интересная. Итак, количество митохондрий растет, и вы становитесь сильнее. Это еще одна причина и еще одна вещь, за которую люди идут в прорубь. Те, кто знает это. Так, поехали дальше. Прорубь и набирание лишнего веса. Есть такой миф. И многие люди, которые худенькие, боятся вообще лезть, кстати, в воду из-за того, что они худенькие, и думают, а как я залезу в воду, если у меня жира нету, что у меня там греть будет. Так вот, греют вас мышцы. Мышцы, которые, когда вы заходите в воду, они экстремально наполняются кровью, и прилив крови идет к внутренним органам, чтобы вы не переохладили, чтобы внутренние органы сохранили свое тепло. То есть первым делом кровь оттекает от конечностей, от рук и от ног. Поэтому, если вы залезли в прорубь, и у вас есть ощущение, что они имеют руки и ноги, это абсолютно нормально, не пугайтесь этого. Это не что-то ненормальное. Просто это защитный механизм. И кровь, которая попадает внутренним органам, она делает мощнейший оздоровительный эффект. Вам становится действительно тепло. Вы выходите с проруби, я видел, люди выходят, я по себе даже это видел, ты дымишься иногда, а тебе испаряется вода, которая ты выходишь, а на улице минусовая температура. Вот эта кровь приливает внутренним органам, и это идет оздоровительный эффект, и нормально, если ноги или руки у вас онемели, абсолютно нормально. Постепенно тренируясь, в принципе, это проходит. Я только что купался, у меня ничего не замерзло, но сейчас на улице тепло еще. Сейчас я не знаю, сколько вода, градусов 10, наверное. Здесь у меня даже руки и ноги не замерзли. Так, это вот еще одна из причин, да? Итак, по поводу лишнего веса. Будете ли вы набирать вес, если вы будете заниматься проруби? Есть такое мнение, что органы начинают как-то там обрастать внутренним жиром из-за того, что вы приспосабливаетесь к таким экстремальным температурам. Я хочу сказать, что я сейчас за год тренировок набрал 15 кг веса, но моржу я уже 4 года, и до этого 3 года я моржевал, и абсолютно я не набрал ни килограмма. Вот, какой был, такой был. И действительно, нужно просто больше разогреться, если у вас меньше мышечная масса, если вы меньше весом. Чуть-чуть разогреться больше и залезайте в прорубь, но вы не наберете вес. То есть, если вы используете прорубь как способ набрать вес, я схожу по себе, по крайней мере, я не набрал вес. Есть такое мнение, что люди поправляются в проруби почему-то. Но, насколько я знаю, и сколько говорят ученые и физиологи, что прорубь не меняет вашу физиологию. То есть, это невозможно. Может, люди просто поправляются из-за того, что кушать больше начинают. Я не знаю, может, после проруби аппетит появляется. Вот это я больше поверю. Я не набрал за 3 года моржевания ни килограмма, по-моему, вообще абсолютно. Только тренировки, правильно, грамотно составлены тренировки. Питание, образ жизни определенный, режим сна. Вот что позволит вам набрать вес, не прорубь. Итак, вот основные причины. Подытожим итог. Что? Это гормоны противовоспалительные. Это рост метрохондрий. Это общее оздоровление из-за стресса. Ваш организм привлекает к таким резким перепадам температуры. И ваше слизистое учится, кстати, работать. Вы при переохлаждении, это, кстати, интересная штука, вы когда переохлаждаетесь потом где-нибудь, случайно, вот вы моржуете, вы, допустим, где-то переостудились, вот на улице плохо оделись, да, и вот подзамерзли. Ваше слизистое носа не перестает нормально работать. Из-за того, что она привыкшая. Это происходит благодаря тому, что ноги находятся в холоде, в проруби. И они привыкают не реагировать рефлекторно на холод. Вот если ноги особенно переостыли. Рефлекторно реагируют на холод тем, что слизистое может начать неправильно работать носа. А у вас нет такой реакции, потому что вы ноги закаляете. И ваше слизистое остается в влажном состоянии внутри. Она должна быть такой. И благодаря этому вы не цепляете бактерии, которые попадают в нос. Потому что даже если попадает, местный иммунитет в носу их обрабатывает. И срабатывает местная иммунка, и вы не хватаете никакой простуды. Потому что изначально она локализуется, вся простуда, вот здесь. Нос, рот. Если вы дышите носом правильно зимой, то вы не заболеете просто потому, что даже ноги закаляете. То есть вы в принципе можете дома закалять только ноги. Опускайте их в ледяную воду дома на минуту, например. Потом носочки теплые и сидите дома. Это будет вас закалять. Просто одни ноги. Ноги вот по лодыжке, или как это называется. То есть там, где вы носки носите. Вот эту часть опускаете в воду. Значит, вы сейчас, наверное, поржете, да, с меняет. Эх, ладно, ржите. Вот, это основные причины, которые заставляют людей лезть в прорубь. Еще расскажу одну интересную штуку для тех, кто тренируется. Если вы будете регулярно моржевать, то моржевание, порорубь, увеличивает количество гормона роста. Да, митохондрии увеличиваются и гормон роста увеличивается. То есть если вы просто, экстремальное переохлаждение увеличивает гормон роста в крови. Натуральным путем. И это очень полезно, это очень крутая штука. Гормон роста очень нужен тем, кто тренируется. Ребята, если вы будете моржевать, вот вы, скорее всего, и нормально тренироваться, и питаться. Это может поспособствовать тому, что вы будете результативны в зале. И я хочу сказать, когда я моржу зимой, то действительно в зале чувствую себя сильней. У меня веса растут так, как будто бы я, не знаю, я как будто бы отдохнул хорошо или поспал очень круто. То есть вот как-то зимой действительно порорубь увеличивает силовые показатели. Вот так вот, все, ребята, не хочу видео затягивать. Если вы думаете или не думаете, лезь мне прорубь или не лезь мне прорубь. Если хочется, если есть желание, я советую, да, нужно это делать, попробуйте. Потому что очень много полезного от этого, очень много вы себя лучше чувствовать начнете. Опять же, вы перестанете мерзнуть на улице, трястись постоянно. Вот как моя жена, вечно ей холодно. Это, если хочется, нужно делать. Ну, все, спасибо, что вы посмотрели видео. Подписывайтесь на мой канал. Верите, очень много крутых, интересных штук. И я надеюсь, это видео было вам полезным. Ставьте пальцы вверх. Счастливо.